А партийные жизни. На этой неделе был дан официальный старт самой главной в этом году избирательной кампании, выбором губернатора края. В пятницу депутаты законодательного собрания определили дату предстоящего плебисцита. Он состоится 9 сентября. В этот же день предстоит избрать двух депутатов краевого парламента и депутатов 12 районных дум. Я не случайно сказал, что в пятницу был дан официальный старт кампании. Фактически же она началась еще пару месяцев назад. А 3 июня в некоторых районах Единая Россия провела предварительное голосование. Партия власти – единственная политическая сила в стране, которая проводит праймерис по правилам настоящих выборов с открытием участков, агитацией и всеми другими сопутствующими деталями. Такая модель с одной стороны обеспечивает открытость процесса, с другой – многократно усиливает конкурентную борьбу. По сути, за голоса избирателей разворачивается настоящее сражение. И, увы, находятся кандидаты, которые считают, что на войне все средства хороши. 3 июня региональное отделение Единой России с помощью праймерис решало, кто будет представлять партию в 12 думах городов и районов края. На праймерис по этим участкам выдвинулось почти 450 участников. Однако самыми оживленными оказались праймерис по довыборам в законодательное собрание края по 4 и 6 округам. На 4 округе – это Хасанский район Приморья и Фрунзенский район Владивостока – основная борьба развернулась между депутатом Думы краевого центра Александром Щербаковым и бывшим главой Хасанского района Сергеем Овчинниковым. По сообщениям очевидцев, Овчинников в прямом смысле отличился более чем откровенной скупкой голосов и вбросами в урны. А вот так, по информации наблюдателей, проходила скупка голосов за Овчинникова. У агитатора необходимо было взять агитку, проголосовать на участке, после в агитке поставить штамп и пойти получить вознаграждение. Несмотря на попытки вброса и подкупа, победу по 4 округу одержал Александр Щербаков. Он набрал в два раза больше голосов, чем Сергей Овчинников. По 6 округу – это город Уссурийск. Также не обошлось без жалоб, но в конечном итоге там победу одержала Юлия Марченко, директор сети «Фрэш-25». Она также в два раза по количеству голосов обошла Александра Сидоренко, председателя общественной палаты Уссурийска и главу крестьянского хозяйства «Нива». Любые выборы, любые, и как показал опыт наших последних трех лет работы с «Праймерис», они, конечно же, в результате конкурентной борьбы порождают очень много жалоб. Как правило, это неудовлетворенность кандидатов, самих участников этих «Праймерис» либо выборов. Так как процедура высококонкурентная, и, предположим, по четвертому округу у нас было семь претендентов, то, конечно же, мы получили максимальное количество жалоб и обращений от кандидатов с четвертого и шестого округов. Общее количество их было 26. Три, например, жалобы были на отказ в разрешении ввести каким-то наблюдателям на каких-то участках определенных съемки. Ну, кого-то это напрягало из членов счетных комиссий. Некоторые спокойно относились, потому что у нас, допустим, процедура «Наша Праймерис», она прописывает такую возможность для аккредитованных наблюдателей и для аккредитованных средств массовой информации. Также заявления поступали об умешивании вместо попытки вброса бюллетеней. Мы реагировали, у нас даже есть такое решение комиссии, когда мы действительно выявили и в оперативном порядке получили обратную связь от председателя счетной комиссии, что да, действительно, такие случаи у нас были отфиксированы. Мы рекомендовали счетной комиссии аннулировать результаты по данному счетному участку. Ну, если быть конкретным, это мама взяла два бюллетеня на себя и на сына, а сын в этот момент не присутствовал. Насколько это грубое нарушение, но мы с системой обязаны реагировать. Что касается жалоб, касающихся гипотетического подкупа, были какие-то у нас элементы фото- и видеофиксации различных кандидатов. Мы, конечно же, обращали на них внимание, мы детально их разбирали. Но, к сожалению, в основном мы отклоняли эти жалобы, потому что они не содержали никакой конкретики, ни ссылок на персональные данные граждан, которые могли быть в этом замечены или были замечены в этом. Ну и по другим законным основаниям. Мы полностью каждую жалобу, которая поступала в наш адрес, описывали с юридической точки зрения и согласно регламенту. И этот текст составлял порой 3-4 страницы на одно короткое повествование жалобное в несколько предложений. Итоги прошедших праймерис продемонстрировали то, что доказывают и настоящие выборы. Грязные технологии эффективны лишь в случае маленькой явки. Когда явка большая, жители действительно проявляют интерес к политическому мероприятию, так называемые купленные голоса не являются решающими. Жители доверяют лишь той власти, которая слышит их. Для того, чтобы упростить и упорядочить процесс общения чиновников и людей, мы запустили проект задела.рф. Вы отправляете на наш сайт обращения, лучше с фото или видео для наглядности. Призываете соседей поддержать указанное обращение. Мы делаем сюжет на эту тему и запросами контролируем решение проблемы. Очередной сигнал в нашу рубрику поступил из Надеждинского района. Частный сектор практически в центре Тавричанки уходит под землю. Яма на улице Красноармейская появилась в начале апреля 2016-го. По какой причине сказать сложно, ведь тайфуна не было. В один момент земля начала проседать, образовались трещины, а потом за несколько часов грунт полностью обвалился. По словам местных жителей, причиной обрушения могли стать когда-то срубленные деревья. Оно все рухнуло, и мы остались без ничего. Мы написали сразу же в апреле, я ездила в главе администрации Губареву Алексею Николаевичу. Он мне сказал, как бы это далеко, и денег у нас делать нечего. Даже не думайте, делать я не буду. Уже два года жители улицы Красноармейская пытаются добиться от местных властей ремонта дороги. Яма нетипичная. Около 5 метров в ширину, 15 в длину и больше 10 в глубину. Под угрозой обрушения один из домов. Грунт продолжает осыпаться, и трещина идет прямо к основанию здания. Вокруг дома находится лес с трех сторон. Это пожары не проедет, скорая не проедет. В этом доме в 35-м живут два старика, 78 лет и 83. Если, не дай бог, скорая... Воду носим, бидончиками привозим, продукты привозим. Бабушка вот переходит там по этому 20 сантиметров, может упасть. Просто страшно. Скорая, как скорая может подойти? Да никак. Ну, до моего-то они доезжают вот сюда, а к ним никак. Газ тоже. Платят они, мужики носят. Я говорю, ну если вот сгорит, вот загорится что-то, что вы будете делать? Вы же в тюрьму пойдете все. Бесполезно. Никто, ничего, никуда, ничего. У нас нет денег, нет возможности. За два года набралось множество обращений и ответов. А в реальности почти ничего не изменилось. Хотя в 2016-м администрация Надеждинского района пыталась что-то сделать. Яму на улице Красноармейская присоединили к последствиям тайфуна Лайон-Рок. Выделили деньги на восстановление, администрация разыграла тендер, даже нашла подрядную организацию. Однако сделанное кое-как покрытие оказалось некачественным. В апреле 2017 года грунт осыпался снова. На этом решать проблему прекратили. И пока жители продолжают писать жалобы во всевозможные инстанции, а власти судятся с прокуратурой, яма продолжает расти. В администрацию края мы писали, мы писали в администрацию ДВФО, писали Трутневу. Все было спущено вниз. На Губарева, но Губарев не принимает никаких мер. Сам я пытался, когда по первости я засыпал сюда 40 кубов. Ну за свой счет, за все дела. Все лето и осень прошлого года пенсионеры, проживающие в доме, ходили по узкой полоске вдоль обрыва. А теперь вынуждены пробираться через саму яму. Несмотря на размеры, она даже не огорожена. За забор вот так держусь, я перехожу и все. Вот все закрыто, никаких труб, ничего нет. И все это идет, это идет просто грунтовые воды. Есть шлак, вот посмотрите какая земля, видите вот в разрезе, да? Шлак, чуть-чуть земли и глина. И дожди, и дожди, и дожди, постоянно дожди. Все это стекает, 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 все уходит. И вот то, что они вот это засыпают, это все бесполезно. Мы не говорим, что нам нужен тут проспект с фонарями, тут с освещением. Нам просто засыпать вот эту яму, чтобы могли люди приехать по дороге, чтобы мы могли завести уголь. Правильно? Нам больше ничего такого не нужно. Но вот эта проблема уже тянется два года с лишним. Совсем недавно, 26 апреля, состоялся суд. Прокуратура обязала администрацию Надеждинского района восстановить дорогу. Причем не только яму, а всю проезжую часть целиком. От улицы Октябрьская до Комсомольской 35. Это около 1200 метров покрытия. И провести ремонт в экстренном порядке. Поэтому сроки работ не установили. Администрация подала встречную жалобу на подрядчика, который по гарантийным обязательствам обязан восстановить дорогу. Мы подали апелляцию, поэтому на сегодняшний день еще решение не вступило в силу. После того, как были выполнены работы по отсыпке, и когда она опять ушла, подали в суд, потому что считали, что это гарантийное обязательство. В рамках гарантийных обязательств подрядчики начали работы, но опять же их не сделали. И мы в очередной раз сейчас с ними судимся. По закону подрядная организация обязана отремонтировать дорогу. У администрации Надеждинского района на это средств нет. Бюджет уже расписан. Пока у нас есть, как мы считаем, виновник этой ситуации, мы не можем там ничего делать. Потому что мы привлекали людей для исполнения гарантийных обязательств. Но, к сожалению, такая вот у нас юридическая сторона. На прошлой неделе начали работы по отсыпке. И планируем, что через две недели там какой-то минимальный проезд восстановим. Через две недели будет проезд, да? Да. Это вы точно гарантируете? Мы постараемся, мы сделаем все для того, чтобы он там был. Именно машины смогут проезжать? Да. Выполнит ли администрация Надеждинского района за две недели свои обещания – вопрос открытый. Ведь яма зияет уже два года и лишь увеличивается в размерах. С каждым днем трещины подходят все ближе к дому номер 33. Первый же тайфун и дом смоет в провал. А это уже совсем другая ответственность. И для главы Тавричанки, и для администрации Надеждинского района. Через две недели мы проверим, как чиновники администрации Надеждинского района отвечают за свои слова. А в конце июня мы озвучим результаты рейтинга должностных лиц муниципальных образований края. Среди критериев оценки один из основных – это реализация собственных обещаний. Вообще, в Сталкере мы достаточно часто возвращаемся к темам предыдущих выпусков, чтобы оценить эффективность сюжетов. В ближайшее время мы вновь съездим в Спасский район и посмотрим, не нарушает ли экологическое законодательство компания Мерси Трейд. Насколько все-таки повысит цены в своих гимназиях и колледжах Дальневосточный федеральный университет. Какая судьба уголовного дела в отношении хозяина коттеджа? Он угрожал добить раненого юношу, вспрыгнувшего со второго этажа его дома. Все это в ближайшие недели вы увидите в нашей программе. На сегодня все. Если у вас есть информация, которая может нас заинтересовать, звоните или пишите. Телефон редакции вы видите сейчас на экране. Ищите нас также в социальных сетях, в Фейсбуке и ВКонтакте. На сайте задело.рф и в соцсетях вы можете оставить нам обращение, обсудить этот и другие выпуски программы, а также предложить свою тему для сюжета. Всего хорошего. Увидимся на следующей неделе и берегите себя. Продолжение следует...